Приветствую вас и давайте сразу определимся с тем, что ваша мама человек своего времени. Человек своей эпохи, человек, который, вероятно, многих вещей в силу возраста не понимает. Человек, который живет не представлениями о реальном мире, а скорее представлениями о вымышленном мире, магическими представлениями, представлениями иррациональными, которые уходят в большей степени в фольклор, в традиции, в устои. И всегда и везде это есть. Когда человек чего-то не понимает, когда человек хочет объяснить какие-то вещи, но при этом объяснения этого у него нет, включаются иррациональные термины, иррациональные формы объяснения. и ваша мама с детства каких-то ощущений не понимая, опасает и не умея грамотно их избегать, а также получив некое положительное представление о том, что когда не говоришь и не радуешься о том, что получилось, все заканчивается хорошо, убедилась в том, что глаз действительно существует. если ее сейчас вот этим процессом как бы убедить в обратном, то многое для нее станет просто новым, и она может оказаться неприспособленной к современной жизни, потому что она так жила, и она так привыкла жить. Но вы, как человек более мудрый, как более новое поколение, вы, наверное, понимаете, что глаз это, по сути дела, такое сакральное объяснение тому, почему у нас что-то не облужается. В действительности же за этим скрывается просто невозможность непонимания, не отдавания себя счету в том, что мы делаем не так. и теория научения, когда условный рефлекс закрепляется только за положительными действиями, а за отрицательными действиями не закрепляется, показывает наглядно, что нет никакого сглата. Есть действие и есть результат. И когда человек что-то делает, совершает операцию, результат может быть либо положительным, либо отрицательным. Но этот положительный и отрицательный результат является только лишь для одного человека. То, что для одного человека является негативным, для другого является позитивным. И наоборот. То есть, по сути дела, сглаз представляет собой субъективную оценку результата деятельности. ничего общего с реальностью не имеет. То, что вы назвали сглазом, в действительности может оказаться счастливым для другого человека. И наоборот. Это значит, что сглаз существует только для вас. И это, в свою очередь, означает, что как объективного, общепризнанного явления сглаза не существует. и вот это объяснение поможет вам лучше понять, что, в общем-то, нет ничего мистического в том, что человек делает, что человек получает в ответ. Просто необходимо более осознанно подходить к своей деятельности. Во-первых, понимать, чёрт, куда вы стремитесь и почему. Знаете, говорят, удача, вот ему повезло, у него всё получился, он удачливый, и так далее. Это тоже является формой иррационального объяснения того, что происходит. Удачливого человека называют тогда, когда не могут объяснить, почему у него что-то получается. А у него, может быть, склонность видеть, как можно деятельность, и он совершенно невообразимым для другого человека образом выходит победителем из самых проигрышных ситуаций. Ну вот, склонность у человека такая. Но этого нельзя объяснить. Мы не можем этого объяснить, и мы не можем этого объяснить, потому, что мы не понимаем. У нас нету достаточно знаний. Смотрите. Все племена, все древние люди, все традиции, все они были основаны на чем? Только лично на незнании на незнании людей, людьми, реального положения вещей. Как только человек узнавал, то есть, общество развивалось, появлялось знание, традиции отходили на второй план. Тотальное распространение традиции закончилось тогда, когда появилась грамотность. Когда эта грамотность стала повсеместной. Тогда традиции стали уходить на второй план. они приобрели значение скорее культуры, нежели каких-то регуляторов деятельности. И то же самое есть. Если вы не понимаете, почему у вас что-то не получилось, это не значит, что это было в глаз. Скорее всего, вы просто не знаете причинно-следственной связи между этими вещами. То есть, между негативным результатом и тем, что вы сделали. Но это не означает, что этой причины следственной связи нет. И начать свое новое мировоззрение нужно от того, чтобы отказаться от одного простого понимания. Что? Если чего-то не существует, значит этого нет. Вот этого неправильно сказал. если вы чего-то не видите, значит этого не существует. Вот от этого убеждения вам необходимо отказаться. Оно ничего хорошего, кроме ограничений вашего восприятия, вам не несет. Откажитесь от этого объяснения и вам не заставят туда прийти к остальным выводам, которые я сказал в своем видео. На этом все. надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в тубличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его в лучшем.